Привет всем! Это Яри Касти и новый сюжет, посвященный тому, как сводить попсу. Парень в интернете меня такое спросил, у него, кстати, скоро выступление, и я решил как раз разобрать довольно интересную тему, как сводить попсу. Такая ситуация, когда нужно сводить попсу, часто возникает, когда нужно играть на корпоративах. И здесь игра на корпоративе, игра диджея на корпоративе и игра диджея в клубе, это две большие разницы. Если вы в клубе играете для людей, для ценителей музыки, ну как, по идее, должны играть для ценителей музыки. Не всегда в клубах ценители музыки, но все-таки, да, и там вы сводите, все там. То корпоратив это вообще другое кино. На корпоративе люди, они далеки от ценителей, ну просто у них как бы не все. На корпоративах они ценители музыки, потому что люди отдыхают. Это день рождения, или это Новый год, или это свадьба, или это что-то еще, где люди пришли отрываться и бесеть. Вот, в одном из своих сюжетов я уже об этом говорил, они не как-то глубоко наплевать на вашу сводку, на все эти вещи. Есть, конечно, которым не наплевать, есть и такие корпоративы, где, допустим, какие-то аудиофилы собираются, или люди близкие к клубной культуре. Вот, но в большинстве своем на корпоративах как-то, ну, сведения, это классно, конечно, но главное, какую музыку вы ставите. А ставить нужно ту музыку, которую они знают, то есть ту музыку, которую крутят на радио, ту музыку, которая популярная, поп-сап. Ну, то есть популярная музыка. Поп-сап в хорошем смысле этого слова, то есть популярная музыка. Вот, чтобы люди под незнакомый какой-то, даже самый классный трек, будут танцевать намного менее классно, чем под трек, который там звучал на радио, который они слушали в машине, когда ехали на работу, и который, вот, он их подарет, короче, намного быстрее. Вот, так, немножко отвлекся, вот. Вот, как можно сводить поп-су? Есть два способа. Вот, заморачиваться и не заморачиваться. Вот, можно, конечно, использовать комбинированный, можно один из них. Не заморачиваться, это сводить музыку, как на школьной дискотеке. То есть играет, играет трек, и буквально, наконец, на хвост играющего трека, начало, начало нового трека. Вот, в принципе, этого на корпоративах, вот, если играете поп-су, этого достаточно с головой. Вот, вот, главное, тут уже главное не то, как вы сводите, или не техника сведения, а тут главное, сама музыка, которую выбирает. Тут главное не ошибиться с треком, да, тут главное, вот, следующий трек в тему поставить, да, чтобы еще больше, чтобы еще интересней. Вот, потом, может, трек надо поставить такой, чтобы дать им отдохнуть. Может, медлячок запустить, да. Ну, для клуба это вообще нонсенс, медляк пускать, ну, тут так, медлячок можно вовремя запустить, да, там, три трека рок-н-ролла, видите, они уже, не могут, да, вот, и медлячок. Вот, то есть тут даже основная задача, фокус задачи смещается в это. Второй способ, это заморачиваться. То есть, в принципе, с, как бы, с развитием технологий диджейских, да, там, тех же, ну, того же трактора, того же, тех же CD-проигрывателей и с их функциями, можно сводить попсу точно так же, как и клубные треки. Это абсолютно несложно. Вот, чем отличается, допустим, та же попса от хаоса или от другого трека? Просто хаос трек, который вы играете как диджей, который вы купили на битпорте, он, как бы, подготовлен к сведению. У него есть пробитовка в начале и пробитовка в конце. Это где-то по минуте, меньше, больше, но в среднем она есть. То есть, вот этот сухой, неинтересный бит, который звучит в начале каждого хаос, техно или любого другого трека, это, как бы, технический элемент. Он создан специально для того, чтобы вы успели подобрать скорость и свести. То есть, это технический элемент. Почему есть клуб-версион, обычно длинная, там, 5 минут или 6 минут, и радиоверсия? Потому что на радио неинтересно слушать, вот, слушателям на радио неинтересно слышать вот эти сухие пробитовки в начале и в конце трека. Это никому не нужно. Вот, специально создаётся отдельная радиоверсия длиной где-то 3,5 минуты в среднем идет радиоверсия. Вот, то есть, если вы добавите к 3,5 минутам еще 2 минуты, минуту в начале и минуту в конце, вы получите среднюю длительность хаос-трека, 5,5 минут. Ну, так оно и есть. Вот, то есть, попса, получается, отличается от не попсы тем, что попсовые треки, они часто не подготовлены. Часто бывает так, что в попсовый трек сложно где-то вклиниться, потому что там везде поют, да, там, или припев, или куплет, или припев, или куплет, и нет такого места, где, ну, вообще не поют, да, то есть, хотя бы какого-то, какого-то кусочка пробитовки. Вот, ну, вот, сейчас я покажу какие-то такие наиболее часто встречающиеся варианты, вот, сейчас сместится немного ракурс. Вот, основное хочу сейчас что сказать, что по большей части мы будем работать, я буду показывать сводки с петями. То есть, вот у вас есть попсовый трек, и вы ищете, часто бывает в начале, маленькая пробитовочка, буквально там, там, 16 ударов пробитовочка, и пошел вокал. Вы можете взять и сделать луп на 8 ударов в начале этой пробитовки, вот, и с помощью нее свести. То есть, вам, если вы решили заморачиваться и сводить попсу, да, то есть, сводить нормально, выводить плавно, чтобы один трек в другой перетекал, вот, то... То тут вам без лупов, без лупов, будет сложно, то есть, лупы очень хорошо к вам придут на помощь. Окей, хорошо, меняем ракурс, и теперь каждый случай разберем анти по отдельности. Итак, 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 первые сводки, самая простая, называется, не заморачиваемся, сводим как на школьной дискотеке, вот, когда были в 9 классе. Итак, здесь какой-то трек, здесь какой-то трек, на хвост доигрывающего трека, начало нового трека. Все просто, смотрим. Ничего сложного, никаких каких-то космических навыков не нужно иметь, чтобы совершить эту сводку. Вот, первая сводка, не заморачиваться, в принципе, если не успевать, если вы все-таки решили заморачиваться и сводить попсу, это, в принципе, прикольное решение, правильно, ну, не то, что правильное, интересное. Будет интереснее, когда вы будете как-то интересно сводить, чем один за другим трек ставить. Но, если вдруг такая ситуация, что вы не успели, да, там, подобрать по скорости, свести, ну, понимаете, что не успеваете свести следующий трек, то лучше его запустите просто, вот, как я показал сейчас, это будет лучше, чем если вы поставите не тот трек, который нужно. То есть здесь приоритет отдается правильности трека, чем красоте сведения. Субтитры сделал DimaTorzok